Вот так вот это выглядит. Всем привет! Думаю, многие из вас знают, что если смешать кока-колу и лизуна, то кока-кола растворит лизуна. Но что же будет, если смешать кока-колу и лизуна, и это все дело заморозить? Я решил это проверить. Давайте же посмотрим. Вот такая вот у нас кока-кола. Давайте нальем ее вот в эту вот миску. Вот думаю, вот столько будет как раз. И давайте поместим туда, давайте примерно вот столько. А лучше вот столько. А еще лучше, еще больше лизуна. Он, кстати, всплывает, как видите, и уже проходит там какая-то реакция. Давайте я вам увеличу. Вот так вот это выглядит. Давайте побольше лизуна добавим. Еще, наверное, вот столько. И это все дело закроем крышечкой. И поместим в морозильник. Вот так вот здесь все выглядит. Давайте откроем и посмотрим. И вот так вот теперь это все выглядит. Кстати, если вот так вот накрыть, чем-то похоже на арбуз. Вот здесь мы увидим кока-колу. А вот здесь, как я понимаю, сверху лизун. Ну что, давайте посмотрим, что же будет, когда это все дело растает. Во что это все дело превратится. Напишите в комментариях, что вы думаете прямо сейчас. А через секунду вы увидите, что же будет с растаявшим лизуном. Вот так вот здесь все выглядит, когда все растаяло. Вот такая вот жидкость. Давайте я опущу руку туда и посмотрим, что же будет. Как мы видим, лизун не растворился, но стал прям очень липким. Видите, он остается на руках. Вот. Вот, кстати. Если увидите, то внизу у нас кока-кола, а сверху лизун. Ну что могу сказать. Если все это дело заморозить, то с лизуном ничего не будет. Кока-кола, точнее, лизун окрасит кока-колу свой цвет. И газов здесь уже нету, так что кока-кола уже не растворит лизуна. Ну что, вот так вот эксперимент мы сделали. На мой взгляд, вполне себе интересно. Если вам понравилось, то ставьте большой палец вверх. Напишите в комментариях, какой еще эксперимент сделать. А с вами я попрощаюсь. Всем спасибо. Всем пока.